сегодня мы попробуем рассказать что скрывается за фразой задалью дать откуда она вообще все взялось то есть мы специально не пошли ни в какой этот тибетский монастырь который там наверху потому что все ответы они в старом если угодно ортодоксальном буддизме который сохранился на цивоне тот который называется хинайяна классификация хинайяна то где будда является учителем образно говоря помоги себя сам то есть он сам во всем разобрался сам себе помог а потом в общем указал путь и вот если брать индию опять же к вопросу зачем туда ехать вот это конечно не харе кришна а это вот три великие как сказать не книги а сборники текстов это панишады это канон буддийский и баваргита причем где-то она более поздняя панишады самые ранние где-то как бы ну не очень интересный хотя тоже там много чего есть вот учение будды но вот как бы продолжение продолжению панишады и опять же чтоб там не говорили разные гуры будда это прежде всего по крайней мере та легенда которая до нас дошла это прежде всего обычный человек который совершил как сказать наверное лучше лучшее из возможного из всего вообще что можно жизни достичь что все наставил то что у него было и пошел искать как сказать сложный вопрос что именно рассказать просто истину это будет неинтересно то есть он пошел искать избавление от своих собственных переживаний и страданий от от непонимания от постоянных каких-то сомнений страхов не знаю галлюцинации бог знает чего и путь его опять же ну если мы берем легенду этот путь он классический то есть он испробовал все что было предложено на на те времена его культурой обошел опять же по легенде всех основных учителей и научившись у них понял что мне не то то есть каком-то одном случае это так сказать тупая вера то есть ритуалы без вмешательства понимания в другом случае это допустим какое-то самое самоистязание в надежде что это даст какие-то сверхъестественные возможности в третьем случае это просто отсебятина и все это не не дает ответов на вопросы и сейчас уже как бы глядя на то что у него получилось что именно куда нашел он нашел способ видеть мир таким какой он есть принять его таким какой он есть и за счет этого перестать в прямом буквальном в абсолютном смысле перестать страдать из-за того что мир не такой каким человек себе его представляет то есть эта формула она универсальная дистанция между миром и сознанием сокращается и как следствие большинство страданий просто уходит за как они просто перестают быть актуальными как как вот точно также с апанишадами которые говорят что вот ты это просто жизнь они какой-то там личность или или индивидуальность а будда говорит что вот прими мир таким какой он есть научись видеть мир таким как он есть и выкинь из головы весь шлаг который накопился от культуры от воспитания восприятия тем самым сохранив сократив дистанцию между реальностью твоей картой в твоей голове то есть фактически вернувшись обратно опять же животное состояние только не то животное где жрем и спим а в животное которое живет в том в той среде которые которая его породила и живет ну почти оптимально то есть адаптируясь постоянно к изменениям в среде животные живут почти оптимально у них нет голове всякой херни которая мешает им жить как как пел один товарищ мои мысли как гангрена нам мешают вечно жить сам того не живая он все сформулировал убираешь мысли и живешь вечно пять минут